Почему вы бы эмигрировали из России? На вопрос откликнулось около 130 человек, и какие результаты? 48% опрошенных отвечают, что уехали бы, потому что уровень жизни за рубежом выше. 25% не согласны с политической и экономической обстановкой в стране сегодня. Наверное, это в преддверии выборов и после выборов декабрьских. Далее, 10% просто не хотят жить в России, 8% хотят заработать больше денег, и 7% думают, что смогут добиться там карьерного роста. Что касается благосферы, то там из 39 комментариев, 37 комментариев, были такого рода, что люди уехали бы даже не пакуют чемоданы. То есть прямо сейчас. Следующая? И еще следующая? И еще следующая. Да, иммиграционный потенциал сегодня составляют молодые люди, респонденты, как уже я сказала, 18-25 лет. Это россияне, которые имеют высшее образование и активные пользователи сети интернет. Следующий слайд. Они желают уезжать из Родины. Тоже, как Женя уже сказала, малообразованные, пожилые россияне, также те, кто не владеет интернетом. Причины миграции за рубеж. Я решила условно расследить на объективные и субъективные. Объективные? Брак с иностранцем, военные конфликты, просьбы о политическом будущем. То есть, кто-то никуда не верится. Субъективные, качество жизни, безопасность, здоровье, образование, высокие цены недвижимости, коррупция. Но потом к ним еще вернемся. Итак, брак с иностранцами. Так называемая женская миграция. Основными направлениями женской миграции сегодня являются такие страны, как США, Германия, Италия, Франция. Все больше появляется русско-турецких браков. И наши гражданки и россиянки не отказываются от браков с представителями ближневосточного государства. Какие причины могут на то быть? Во-первых, демократизация общества и развитие России в направлении открытого государства. Во-вторых, большая неудовлетворенность и неустроенность высокообразованных женщин. И в-третьих, как ни странно, элементарная демографическая нехватка мужчин в стране. Что касается статистики, то 7% россиянок сегодня жаждут видеть в качестве супруга иностранца. И любопытно, что среди них большая часть женщин за 55 лет. Сегодня после пятеного возраста. Далее. Такое явление в эмиграции, как утечка мозгов. Какие могут факторы здесь играть? В первую очередь, глубокий социально-экономический кризис, резкое снижение приоритетности науки, невостребованность научного интеллектуала, неразвитая научная инфраструктура. Вместе с тем, наряду с утечкой мозгов, свои обороты набирают бизнес-эмиграция. То есть молодые талантливые бизнесмены, которые здесь уезжают, здесь уже заработали какой-то капитал, построили свое дело, уезжают за рубеж, и потом эти же деньги в нашу страну уже не вернутся, потому что они уже за рубежом. И вместе с тем, здесь нужно обратить внимание на импорт значительно числа менее квалифицированных работников в нашу страну, около миллиона человек по данным сегодняшним. Также субъективные причины, о которых я говорила, я решила взять весь цитат из форума иммигрантов, то есть почему люди уезжают. Первая причина – безопасность. Цитата. «Ее нет. Милицию переименовали в полицию, военным пообещали большие зарплаты, силовиков переодевают в навехоньку с иголочки формы. Дало ли это эффект? Нет. Если по прежнему при виде полицейского хочется перейти в другую сторону улицы». Вторая причина – здоровье. «У меня есть медицинская страховка, однако для того, чтобы пойти к врачу, мне необходимо долго консультироваться с друзьями и знакомыми, дабы не попасть к неспециалисту». Третья причина – образование. Цитата. «То, что уровень образования падает, не до кого не секрет. Родители отправляют детей учиться в иностранные вузы, а я прихожу в ужас, когда друзья-студенты рассказывают о том, чему пытаются учить. Рефераты скачиваются с интернета, заплатил за курс, получил диплом». «Недвижимость. Тут цена на недвижимость, отсутствие возможности купить жилье в своем городе». «Коррупция. Цитата. «Правила не подмажешь, не поедешь. Вы умеете давать детки? Я не умею, однако повсюду, везде надо сунуть, дать, поблагодарить». Следующая причина – низкое качество всей продукции. Цитата. «Именно всей. Я не ошиблась, начиная от йогурта и заканчивая автомобилями. О продуктах питания и одежды тут просто песня». Далее. «Неуважение прав и свободы личности». Цитата. «Не буду долго расписывать этот пункт, ограничить только словами о том, что Советский суд – самый гуманый суд в мире». И еще один пункт, который, по словам форумчан и вообще эмигрантов, перевешивают все предыдущие. Так называемый синдром вахтера. «Неуважение к другим людям, нетерпимость порой ограничить с фашизмом». И вот такой тезис, который все это резюмирует, о чем говорят люди. Цитата такая. «Я не хочу светлого будущего, я хочу спокойного настоящего». Что касается статистики, то действительно данные Росстата с реальной статистикой различаются, поскольку Росстат фиксирует граждан, которые уже уехали в другую страну, стали гражданами другой страны. Здесь не учитывались люди, которые уехали учиться, работать за рубежом, потом остались и так далее. Надо сказать, что сегодня пятая часть уважающих – это молодежь в возрасте от 20 до 24 лет. И каждому четвертому иммигранту исполнилось 35-40 лет. Наши иммигранты очень востребованы за рубежом в плане трудоустройства, и сегодня лишь менее 10% иммигрантов нетрудоустроены, и то потому, что у них нет высшего образования на данный момент. Большую группу иммигрантов из России составляют беженцем. По данным ООН, за последний год обеспечены жильем были около 12 тысяч выходцев из России. Третий – по величине группы российских иммигрантов, те, кто уже учился, затем остался работать, в стране получил образование. И примерно третий – россиян говорит о том, что у них за рубежом есть родные или знакомые, уехавшие из России. Следующий слайд – там информация, статистика о том, кто едет за границу, то есть специалисты, юристы, бизнесмены, экономисты и так далее. И следующий слайд – зачем едет, то есть в поисках работы, реализации, второй половины, учебы и так далее. И последний слайд, я уже говорил в начале, давал в ролике эту информацию, это о том, какие страны будут больше популярности, как ни странно, на первенстве Австралии, и вот такой вот расклад.